Всем привет! Заметила, что уже в котором видео не представляюсь по нику. Особо не чувствую, что это мой ник и так можно представляться. Ну, просто потому, что это как бы имя моего персонажа. Сейчас уже поздно менять его, да я и не хочу, если честно так говорить. Поэтому просто буду надеяться, что вы особо не будете путать меня и моего главного оса. Ну а с вами Брис, и сегодня у нас довольно интересная тема. Я часто вижу во всяких пабликах для художников посты, где собирают людей в конфы по взаимолайкам. Для тех, кто в танке, я объясню. Люди заходят в беседу в ВК, кидают свои паблики, взаимоподписываются друг на друга и как бы лайкают все посты. А еще и комментарии пишут друг другу, какой артец классный получился, ну если в таком духе. Ну и это как бы все, что там происходит по большей части. Обычно там есть админ, ну человек, который конфуй собрал, который следит, чтобы все выполняли условия и не халтурили. И если кто-то не лайкает и не комментирует, его просто кикают. Я была в нескольких таких беседах, ну вот чисто из интереса. Так что у меня теперь есть свое мнение насчет этой движухи. Давайте я не буду тянуть, я просто расскажу все. Погнали. Плюсы. Ну, это лайки, как бы. Чем больше лайков на посте, тем больше шансов, что он появится в ленте у подписчика, и он тоже его лайкнет. Ну в общем, все это поднимает актив, и неплохо так помогает продвинуть пост в массы. Как минимум, вы находите новых подписчиков себе в группу. Если повезет, может и подружитесь с кем-нибудь. Бред на комментарии могут вам поднять самооценку, чаще будет приходить вдохновение, вы найдете новых художников для себя, ну и так далее. Звучит вроде здорово. Что же тогда я так мало об этом говорю? Ну... Минусы. По-моему, их намного больше. Объясняюсь. Обычно в конфы приходят новички. Не часто там бывают средние скиллы или даже высокие. Просто потому, что им это обычно не нужно. Люди с хорошим скиллом быстро набирают аудиторию, просто за счет банальных действий, типа трейдов с такими же скилловыми, всяких реклам от ВК, ну и подобное. Я не отрицаю, что в таких конфах есть люди с хорошим скиллом. И может это минус с натяжкой, но тот же человек с набитой рукой, даже если подпишется на новичка, то только потому, что такие правила. Кстати, вот следующий минус. Если человек так кикнут, то он просто выйдет отовсюду. И все, вот у вас уже нет подписчика, который активил. А ведь таких людей больше, чем один. Они все уйдут просто потому, что это работа. В таких местах тяжело найти преданных подписчиков. У меня так точно никого не осталось из тех бесед. Еще раз повторю, я сужу из собственного опыта, и такая ерунда мне встречалась часто. Возможно, у вас было не так. Кстати, еще конфи, который набирает изначально людей одного скилла. Но все-таки скилл это вещь субъективная. У каждого свое мнение на этот счет. И если вы считаете себя средним скиллом, админ так может не считать и не взять вас. Далее идет низкость. Все эти комментарии пишут просто потому, что их надо писать. Кому-то нормально от такого, но мне вот вообще нет. Как я узнаю, что человек реально думает о моих работах? Он ведь пишет буквально одно и то же всем. Возможно, последний это чисто мой косяк, но я не познакомилась там нормально ни с одним художником. Ну, да и честно говоря, ни в одной даже обычной беседе я не находила друзей. Но я просто совершенно не умею общаться. Так почему же я приписала это в минус, если это исключительно моя проблема? Чаще всего активные пользователи бесед уже сдружились. И новичков, если не игнорят, ну, то отвечают односложно. Я не была в беседах сам в их основании. Я уже приходила на все готовое. Люди просто обычно общаются с теми, кого знают, и все. Именно поэтому я больше не вступаю ни в какие беседы, да и сама не создаю. У меня один негативный опыт оттуда. Кстати, и друзей художников у меня почти нет. Один человек да пару знакомых, с которым можно общаться не только на подобные темы. Я немного в конце ушла не в ту степь, но думаю, вы поняли основную мысль. Я максимально не рекомендую идти в подобной конфе людям, у которых не так много подписчиков. Актив от этого не вырастет. Критики вы толком не получите, потому что там будут люди примерно вашего уровня и не смогут вам ничего сказать толкового. Велиться в готовую кампанию будет сложно, но тут уже зависит от вас. Есть куча куда более действенных способов набрать аудиторию. Возможно, люди, сидящие там сейчас, на меня обидятся, но, по-моему, это уже просто шаг в бездну от отчаяния. Вообще, бывают проблемы с активом, но парочка фейковых подписчиков не исправит вашу ситуацию. Лучше просто продолжать рисовать. Ну, невозможно набрать аудиторию за месяц и даже за год, только если вы не супер-мега-крутой художник, который словил волну хайпа. Ну, а на этом вроде как все. Надеюсь, меня не заклюют в комментариях, потому что я, естественно, никому не запрещаю вступать в такие беседы. Я лишь рассказала, что вас там ждет. Всем спасибо за просмотр. Лайки там ставьте, коменты пишите, подписку оформляйте на мой канал и на наш общий Сперпин канал. Мы там всякое делаем, там просто расслабон обычно полный. Хорошего вам дня и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok